Доброе утро, мои хорошие! Доброе утро! Вчера допоздна смотрела фильм «Классные мужики». Советую, кому нужно хорошее настроение, кому интересно послушать шутки глубоко интеллигентных мужчин, советую посмотреть. Многие пишут, что фильм, фу, какая-то ерунда. Нет, не ерунда. После этого фильма у всех будет прекрасное настроение. Главное, смотрите внимательно. Фильм легкий, фильм воздушный. Да, сюжетик так себе, но хорошее настроение вам однозначно обеспечено. Всем советую. Вчера мне написала Любашка, спрашивала, едем мы в Михнево или нет. Ну, мы, конечно же, не ехали, потому что мы накануне были уже в Михнево. Точнее был Борис, он получал посылочку от Валберис и из Озон. Я потом вам покажу, что я там заказала и приобрела для себя. Поэтому я сегодня, не поэтому, а я иду к Любашке узнать, как у нее там, чем она занята. Воду у нас отключили и хочу узнать, когда они собираются с тетей Машей в Москву, чтобы быть готовы к этой грустной минуте. Ты уже нагулялся? Маму я разбудила, чтобы она побольше погуляла. Сегодня хорошая погода. Я не... Она еще лежит. Но я ее уже разбудила. Вот. Я в туалет. А, ну иди. Иди. Вот. Погода сегодня прекрасная. У нас тепло. У нас уже был заморозок. Один и один. Минус. Со знаком минус. Вот. Ну, в своем доме мы этого не почувствовали. Вы у меня в комментариях все время спрашиваете. Далеко? В... Видали? Кого я встретила? Видали? Думаю, прикинь, что я сейчас это... Как ее? К тебе приду, а ты раз и убегаешь. И опять я тебя не застану. Я хотела узнать. Вы когда собираетесь? Обещают завтра за нами приехать. О-о-о. Ну, вот. Слышали? Завтра. Уже завтра. Да, но... Так быстро. Это самое, без воды лихо старому человеку. Ну, конечно. Конечно, без воды лихо. Ирия, я тебя на солнышко сюда пригласила. А-а. Вот. К Любани на участок. А ты... А разве не к этой девочке-то шла? Я к ней шла. Ага. Ну, я говорю, можно и попозже. Так она сказала вроде все. Нет, нет. Нет? Там много? Ну, хочешь, иди ко мне попозже придешь. Пойдем. Ну, пойдем. Пойдем. Я вот оделку, этот самый, куртку. А в куртке жарко. В куртке жарко, да. В куртке жарко. А без куртки, знаешь, уже как-то вот здесь по спине идет. Да. Я сейчас это... Смотри, какая числота и порядок. Да, ну, я, Люб, вообще тут все. А у тебя еще и пылесос есть? Да, у меня еще есть пылесос. Надо листья будет поубирать и потом их в компост побросать. Угу. Вот, видишь, вот тут все убрала. Вот тут все убрала. У тебя просто уже число и порядок. Нет, что ты, нет еще. Нет, как вам кажется. Нет еще. Глаз привык. Лубанечка, вот самое главное, хотелось бы сказать. Как ты будешь их укрывать рододентром? Ты знаешь, я укрывала их, когда они были мелкие. Ну, я, наверное, лутросильчик брошу на них. Я тоже так думаю, потому что они все-таки здесь прикопаны. Ну, да, да, и осенью были прикопаны, да. И я тоже говорю, спрошу у Лубаньки, как они... Да, лутросил я брошу на них. Дуги ставить не буду, а лутросил брошу. Нет, зачем дуги? Просто лутросильчиком. Чуть-чуть. А потом снег все закроет. Хосту тоже обрезала. Так что... А вот этот вот красивый лутросильчик? Люба, я уже не помню. Я уже даже... Да я уже и не помню. По-моему, белый здесь сидит, Люба. Точно, вот он. Чуть-чуть есть. Вот он, видишь? Он просто белый. И все. Не, ну он хорошо, когда вот этого пятна белого нет. То есть здесь пятно, да. Ваня предложила хосту стриптиз. Она говорит, я сейчас не хочу сажать, я сейчас не хочу мучиться. Ну, я уже уезжаю. Она уезжает. А я ее веду туда, показать, где я просто выкопала хосты в прошлом году. И просто их поставила. И ничего им не было. Они не вымерзают. Вот, смотри. И что, цвели? Люба, ну вот, смотри. И цвели. Это просто поставила. Ой, надо же. В этом году еще выкопали, поставили. Думаем, вот хай как будет, так и будет. Люба, выживут. Вот эти крайние все были. Вот. Раз, два, три. И они все росли. Надо же. Поэтому смело можешь брать. Я сейчас прям лопату возьму. И ты домой сразу отнесешь этот кусок. Хочешь? Угу. И просто поставь. А потом ты ее посадишь. Ну, я все равно чуть-чуть ямку сделаю. Зачем? Ну, потому что это растение, и я боюсь. О, екарные бабы. Пошли. Ну, это растение. Я к растению всегда так отношусь. Вот, женоки. Слушай, кисочки, они что, так и не придут? Ну, нету, не звонят. Насчет лестницы? Да. Не звонят, ничего не говорят. Я сама им не хочу позвонить. А сама не это, да? Ну, мы же с ними говорили, что когда вы сможете, тогда и... Так они вам, может, скажут, надо нам напоминать. Закрывай. И что тут еще? Помидоры растут. Это все... И помидоры, и огурцы. Это все в дожди буду убирать. Не сейчас. На следующей неделе дожди, обещаю. Вот я в парнике. И тепло причем. Вот в парнике я и буду... Тринадцать и тепло. Ох, красота. А ночью вообще пять. Так зачем вы уезжаете? Оставайся. Не могу. Ну, вон у нас за сараем полно пятилитровых бутылок воды. Дело не в этом. Дело в том, что все равно ей без воды дискомфортно. Понимаешь? Ну, логично. Я так думаю, что Любочка потихонечку подходит к тому, чтобы на участке сделать колодец. Я так думаю, что надо к этому идти. Хорошо бы, конечно, дочечка помогла немножко, если она увидит мой канал. Ну, хоть чуть-чуть помочь, чтобы сделать колодец. И тогда тетя Маша и Люба будут здесь подольше жить. Я хочу Любане откопать половину хосты. Иначе она очень-очень разрастается. Так что, мы с этим шри, а мы с вами слились. Я не была вот, а лично у меня присты начинает, когда у меня никто. И я говорю, вы дали кровололочку, чайную ложку. Оно как бы снимает хорошо, это уже эти, говорят, куры. Всегда для них надо чайную ложку кроволола, и тогда таблетки эти хорошо действуют. Ну, а вот сейчас понизила и, говорю, все равно лежит. А так вот, если вот обрываю, сажаю и говорю, чикарство так вам не лежит. Она у меня же рядом. А если ей нету ничего чикать, она вот так встает, и все, в голове принесет, и вечером на утро давление. Ой, и она уже захлебнулась этими таблетками. Вот это кусяра. Половина. Надо его еще пополам. Будет у тебя две. Да. У нас надо. И как я без тележки. А я тебе телегу дам. И телегу дам. Все, Даш, только забирай. Ой! Ой! Осторожно. Провод не рубить. Не-не-не, провод осторожный. Нет, она знает. Я его вижу, его вон тут видят. Ой, Люба, не трожь, не трожь. Борь, принеси, пожалуйста, привези, пожалуйста, телегу, а? Сейчас, Борь, все привезет. А это специально, чтобы не росли эти или так надо? А, нет, от этого. От вас? Нет, я сюда его, да, да, чуть-чуть подсыпала. Люба, не поверишь, все от него прет. Сначала я по весне переживала. Думаю, зараза, зачем я насыпала? Думаю, от него будет все замерзать. Ой, все-таки холодные. Какой этот? Керамзит. Керамзит? Да, а потом оказалось, Люба, от него все прет. Да, утеплый. От него все прет. Если надо будет, приходи, я тебе мешок дам. Ой, прям мешками. А потому что осталось. А, Более. От дома. А вы его ведь сняли, да? Да. Они старый сняли и делали там утеплитель. Вот и все. Я тебе вот это не предлагаю совсем. Она не красивая? Она красивая. Она такая, знаешь, витая, как попугай. А у меня есть такая. Вот. Да, но я хочу лишнее. Тоже велить хочу ее. Вот, я хочу лишнее убрать. Да, мне тоже лишнее не надо. Вот хочу тоже убрать. Я не жила. Попугайчик есть, я ее так и называю. И я ее называю попугайом. А может, от тебя и услышала. А это в компост. Может, от тебя и услышала. Это мне не надо. Сейчас, дай это. Борь, подними ее. Да ладно, уже все. Зацепила. Все. Я-то сама. Любай, я сейчас до калитки довезу и верну назад. Хорошо. В тележку. Да, да. А то я что-то завезу. Собака здесь, потому что там все закрыто. Закрыто точно? Да. Я закрыла. Ну, а что я здесь? Она зачем пойдет ко мне? Не, пойдет. А дальше меня она не ходит. Да, она может у них тебе поднять. Кому вообще-то идти? В Польфу? Она вот, она здесь, рядом со мной. Она здесь. Да. Потом я говорю, так, иди к Любе, иди к Любе. А она по голосу узнала, далась мне в руки, и я резинку ее туда, раз. А дальше по жарке она уже все, она теряет. Она боится, она не ходит. Здесь уже все знакомо. Да, она не ходит. Она выскакивала и от света, и ко мне ходила в гости. А дальше по жарке она уже растерялась и вот так прям оглядывалась. Это правда. Точно. Так, ты мне поможешь открыть? Помогу, конечно. Я прям вот рядом с калиткой со своей оставлю и сразу тебе отдам. Все, Любаня отдала хосту стриптиз. Сейчас я еще надену перчатки. Куда я их положила-то? И уберу ту хосту лишнюю. Вот я вчера вам говорила, что вот эту розу я хочу оставить. Я ее хочу вот туда положить. А эти я опять обрежу очень коротко. Хотела выкорчевать, но не решилась. Вот растения, которые мне Любашка давала в прошлом году. Здесь они хорошо разрастаются. Так, ну а этим придется заняться сегодня. Обрежу свою чайно-гибридную. Ну, здесь я уже не могу флоксы удалить, хотя хотела бы. Вот эту розу тоже очень сильно обрежу. Не буду больше, чтобы она вырастала такая высокая. Ну, а незнакомку отсюда мы с вами пересадили. Еще разрослась ива. Ой, я не знаю, что делать. Может быть, стоит обрезать одну вот эту ветку, которая наклоняется. Ива, конечно, красивая. Я когда сажала, думала, что, ну, посидит годик-другой и вымерзнет. Но она не вымерзает. Она очень такая красивая, декоративная. Сейчас, возможно, возьму трос и тросом ее стяну, чтобы ну, не тоненькой веревочкой, а именно таким широким тросиком. И мне надо ее стянуть. Иначе она вот так вот будет свисать. А может быть и ничего, что она так свисает. Может быть и даже красиво. Хотя она будет загораживать солнце розам. А может и не будет. Ребята, а мне нравится. Не буду я ничего стягивать. Смотрите, какая красота. Очень красиво. Очень красиво. Я решила старым лутросилом, рваненьким таким лутросилом укрыть свои рододендроны. Так. Он у меня такой, со всех сторон рваненький. Но сюда я смело могу его использовать. Сейчас я перекрою все дырочки. Можно было бы, конечно, выбросить. Но зачем? Не стоит ничего выбрасывать. Можно укрыть. Розы я буду укрывать чуть попозже. Сейчас я их укрывать не буду. Так. Мне надо что-то, чем можно было бы это все прижать. Так. И здесь вот так. Вот. Слегка. Так. В несколько слоев и получится тепло. Я думаю, что этого хватит рододендронам. Весной посмотрим, хватит, не хватит. Вот. Смотрите, как замечательно получилось. Сейчас чем-нибудь прижмем. Так. Вот. Так. Вот. Так. Здесь. Вот так. 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 Но этого маловато. То, что я принесла, надо побольше. Так. Сейчас еще что-нибудь принесем. Так. Сейчас вот с этой стороны еще принесем и накроем. Так. А может быть даже и вот этим камушком. Ну вот. Я думаю, что этого будет достаточно. Оп. Пока копалась за бассейном, мама вышла гулять. Вот смотрите, в чем мама вышла у нас гулять. Мы все в куртках. А она, видите, в чем? Видите, в чем? Во. Я же вам говорю, как за малым детем. А вы мне, может, не может. Я лучше знаю, что может, а что не может. И что надо, а что не надо. Палку убери на палку, сейчас сядешь. Да нет, не могу. Вот это противоречие, вы знаете, как вот у детей десятилетнего возраста. Сплошные противоречия. Ну вот она, пусть тут стоит палка твоя. Все. Все, забирайся. Так, я пошла дальше. Здесь Борис за ней присмотрит. Куда я перчатки делала? Куда-то одна перчатка. Не знаю, куда делала. Поэтому, когда мне там пишут, что у Любы, тетя Маша, такая молодец, такая умница, поручите маме что-то. Ребята, я вам говорю, я лучше знаю. Она у меня сейчас даже не десятилетний, а трехлетний ребенок. Глаз да глаз. Буквально за всем. Так, что я здесь делаю? Я выкорчевала кислую белую смородину. Сейчас пересажу сюда черную. И буду выкорчевывать вон тот красивый куст. Мелисса пока останется на месте. Надо пересадить пион тоже отсюда. Буду освобождать здесь место. Вот она, пришла. Только что села на качели. Даже я ничего не успела сделать толком. Села, вскочила, глаз да глаз. Прошел целый час. Я вот здесь возилась-возилась. Это все уйдет. Я вам уже говорила. Возилась-возилась. Обрезала немножко ветки этого куста. Сначала хотела его весь убрать. А потом думаю, нет, я все-таки дождусь от вас сообщений. Вот видите, часть обрезала, чтобы здесь было посветлее. Так, пересадила пион. На что я тут наступаю? Пересадила черную смородину. Убрала кислую белую смородину. Так, сложила вот там землю. Как я говорила, я всегда там буду складывать у забора, чтобы чуть-чуть хотя бы выровнять здесь землю. Так, вот здесь прорвала. Сейчас соберу ромашку, чтобы она красиво смотрелась. Листву, конечно, хорошо было бы собрать. Но как-то не до листвы. Руки не доходят. Мама только что у меня ушла в дом. Сказала, что она замерзла. Ну, представляете, в куртке в зимней замерзла. А если бы без куртки, хорошо увидела. Так, вот здесь я прикопала, ну, не прикопала, а посадила пион, где у нас с вами сидела роза незнакомка. Здесь у меня китайский, японский пион. Честно скажу, просто уже запамятовала. Вот два пиона будут рядом сидеть. Флокса еще не обрезала, подожду пока. Так, ну, я сегодня очень мало сделала. Очень мало. Под окошком опустила оба клематиса. Оба. Вот, мошки летают. Может быть, завтра еще тепло будет, ребята. Вот, так что я сегодня возилась вот в этом углу. И это все, что я сделала. Сейчас подниму ромашку, а то она вся наклонилась туда, на забор, в сторону Леночки. Сейчас я подниму, обвяжу ее, чтобы у нас здесь было с вами красиво. Ну, и на сегодня все, наверное, потому что пойду сейчас маму кормить. Ребят, очень мало времени на сад уделяется, очень мало. Если я встаю рано, я выхожу, тут же за мной встает мама, выходит. Если я не встаю, не выхожу, мама спит. Я не могу никак время подгадать, очень-очень сложно. Но вы знаете, это мелочи. Вот, главное, что мы здесь все вместе живем. Ничего страшного. Да, пускай у меня не такой красивый сад, как у многих остальных. Но я его люблю таким. Даже если я где-то что-то неправильно делаю, ничего страшного. Я же у себя неправильно делаю, а не у кого-то, верно? Вот, поэтому каждый свой сад приводит в порядок сам. И каждый дизайнер своего сада. Все, мои хорошие, хватит рассуждать на эту тему. Давайте поднимем ромашку. Ну, это не ромашка, конечно, я не помню, как она называется. Такая вот мелкая-мелкая, красивая-красивая. У очень известных блогеров на каналах вы сами узнаете, как называется эта ромашка. Ну, в общем, сейчас поднимем вот эту всю красоту. И будет у нас очень красивый веер. Субтитры создавал DimaTorzok Мама, зачем ты вышла, раздетая? Я тебя только что домой отвела. Ты сказала, я замерзла. А я уже находилась. Нет, иди обратно домой. Иди, я сказала, домой. Вышла в одной копте. Я уже согрелась. Быстро ты согрелась. Так, быстро домой. Сейчас я ей арбуз порежу. Ну, Борь, ну, в одной кофте. В куртке она замерзла в зимний. А в кофте в одной она не замерзла. Сейчас, мам, я закончу и все. Ну, вот так вот, слышали? Ладно, все хорошо. Раздевается. Ну, в общем, вот так мы с вами эту грядочку сделали. Пока осенние цветочки у нас цветут. Пускай будет так. Все, здесь я убираю. И пойду домой. У меня уже дома полно дел. Ой, ребята. Сейчас соберу весь разбросанный инструмент. Ой, господи. Сейчас у нас с вами вот так на участке. Ну, мне кажется, неплохо. Осталось нам убрать листву. Еще кое-что подрезать. Жечь. Мы будем позже. Это не мы жжем. Вот. Зажгем костерчик. Когда будет попрохладнее. Все, мои хорошие. Пошла домой. Не попрошу Бориса помочь убрать. Ладно, поехали. Сами уберем. Борис пошел выносить ухо. Поехали с орехами. Давайте вас покатаю. Помните, помните, как в магазине садитесь в тележку, покатаю по ошаму. Помните, сколько раз у нас такая рубрика была. Давно уже нет такой рубрики. Садитесь в тележку, покатаю по ошаму. Ну что, опять у меня шапка на голове, да? Все, ребят, я иду домой. Сейчас порежу арбуз, погрею арбуз, включу телевизор. И будет счастье у телевизора сидеть. Так. Что там? Нет, Женя, я думаю, с мамой ушла. Ничего. И не такой, видали, да? Все хорошо. Ой. Я думала, она дверь закрыла. Нет, не закрыла. Все, пошли.